Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Зимний туризм. Почему отдыхающие все чаще выбирают Анапу в межсезонье? На приеме у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева побывал житель станицы Гостогаевская Сергей Чернов. Он поднимал вопрос о газификации в станице улицы Южной. На самом деле газопровод по этой улице уже проложен. В рамках реализации муниципальной программы из местного бюджета на его строительство выделено 6,6 миллионов рублей. И на построенный газопровод получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Имеется уже свидетельство о государственной регистрации права муниципального образования. Техническая возможность для газификации 80 домовладений тоже есть. Вопрос подключения газа к уже проложенной трубе застопорился на этапе заключения договора САО «Анапа-Горгаз». Сложившуюся ситуацию Сергей Чернов и пояснил губернатору. Вениамин Кондратьев попросил главу города прокомментировать, в чем он видит причину того, что газа в домах у людей так и нет. Это чиновничий беспредел. Мы вкладываем муниципальные средства в развитие сети и газифицируем сельские населенные пункты города-курорта «Анапа». Конкретно по ГРП-6 и по разводящему газопроводу низкого давления, то, что пришел на прием гражданин, я об этой ситуации знаю. У нас еще четыре таких газопровода. Что происходит с этого года? Газпром, газораспределение, механизм введения в эксплуатацию трубы, чтобы по ней пошел газ, мы ее построили. Получили свидетельство на право собственности. Забросили ее в казну. Так как это объект повышенной опасности, организация «Газпром» газораспределения должны принять ее, взять у нас в аренду, так как они единственный поставщик. А «Анапа-Горгаз» будет эксплуатировать. «Анапа-Горгаз» не берется за эксплуатацию, пока «Газпром» газораспределение не берет в аренду. Я услышал, что вы сделали все, что могли сделать. Вопрос явно здесь, наверное, раскрыл все, не вашей компетенции, потому что здесь монополии естественные рулят. Их всякие энергосбытовые компании, как бы они себя ни называли, нам все равно, как они себя будут называть. Нам нужно, чтобы газ в домах был. Вот и все. Александр Александрович, что здесь ситуация? То есть, если сегодня местная власть максимально выложилась, чтобы тепло, не газ, друзья, тепло, в первую очередь в зимний период должно в домах появиться. И он правильно говорит, уже снег на пороге, а мы сегодня полумерами какими-то отделываемся. Губернатор обратился за разъяснением к министрам. Проблема заключается в том, что Моисполитет на сегодняшний день исчерпал лимиты прямых договоров на эксплуатацию сетей, согласно сроку 4-го федерального закона о закупке. То есть, в ближайшее время возможного подключения это январь месяц. То есть, в январе у него с нового финансового года появится возможность лимита по прямым договорам, и они смогут заключить договор на эксплуатацию с «Газпромом». Я не знаю, как мы работаем совокупно, но они работают точно на прибыль. И попробуйте, не заплатите им хоть кто-нибудь сегодня из конкретных потребителей. Ну, и пугают, и газ отключают, все у них работает. Вот они точно работают в совокупности и на конкретный результат. Я хотел бы, чтобы мы тоже работали на конкретный результат. Венемин Кондратьев потребовал своих министров до 1 марта 2017 года отчитаться о том, что газ в дома гостагаевских жителей придет. 11 декабря исполняется 22 года с начала вооруженного конфликта над территорией Чеченской Республики, драматическим образом изменившего судьбы сотен тысяч наших сограждан и оставившего тяжелый кровавый след в истории российского государства. И сколько бы лет ни прошло с начала тех трагических событий, память о них всегда будет жива в сердцах тех, кто волею судьбы или приказом Родины оказался их непосредственным участником. В Анапе этой трагической дате посвятят ряд мероприятий. 11 декабря – это день памяти ребят, погибших в Чеченской Республике. Мероприятие планируется провести в сквере славы, в вечного огня, на котором мы всегда вспоминаем о наших погибших ребятах, возлагаем цветы, возлагаем цветы к памятникам, участникам Великой Отечественной войны, братьям-афганцам. После этого мы возлагаем цветы и цветочные корзины к мемориальной доске Амелькова, героя России, Евскина, героя России, к памятнику «Три свечи». И уже в этом году, после открытия памятного знака возле офиса организации, также возлагаем цветы и председателю организации на протяжении 14 лет, который был Павлу Сергеевичу Саркисяну. Уважаемые жители и гости города Курорт Анапа, боевые друзья, ветераны войны, ветераны боевых действий, уважаемая молодежь, приглашаем вас принять 11 декабря участие в памятных мероприятиях, посвященную Дню памяти ребят, погибших в Чеченской Республике, который состоится у сквера воинской славы, у Вечного огня, начало мероприятия в 11 часов. Также к памятной годовщине откроется обновленный после реконструкции мемориал «Три свечи», а вечером этого же дня участники военных событий встретятся с родителями погибших. И к другим новостям. Даже самые крутые и продвинутые предприниматели все еще не спешат с оформлением своих торговых точек, парикмахерских и ресторанов к Новому году. Глава города Сергей Сергеев поставил задачу в срок до 10 декабря уже завершить эту работу. Но это совсем не значит, что оформление фасадов и торговых залов надо начинать 10 декабря. Предвкушение праздника – это и есть его начало. В знаменитую на весь город французскую кондитерскую «Бублик» на улицу Крылова, 31, заходит иногда и глава города. Предпочитает сладости этого заведения молодежь. Пожилые анапчане любят зерновой хлеб и французский багет, австрийские бублики. К слову сказать, раскупаются эти шедевры пекарского мастерства еще горячими. Здесь и в самом деле французские бриоши, миндальное печенье, миниатюрные пирожные хранят сложный аромат кондитерских парижских улочек. И да, создают атмосферу предновогоднего настроения. К праздничному столу здесь действительно можно приобрести что-то неординарное и очень вкусное. Но фасад кондитерской совсем не призывный и не праздничный. К 10 декабря очень надеемся увидеть торговый комплекс достойно оформленным. Пока же Анапскую плазу еще никто не сумел перещеголять. Может быть, потому от желающих там встретить Новый год нет отбоя. Индивидуальным предпринимателям и другим самозанятым лицам необходимо платить страховые взносы до конца декабря текущего года. Об этом сообщили в Анапском отделении Пенсионного фонда России. Госучреждения напоминают, формы платежных документов уже разосланы. При необходимости их можно получить по месту учета. Кроме того, на официальном сайте Пенсионного фонда в кабинете страхователя можно сформировать квитанцию, посмотреть информацию о сумме начисленных и уплаченных страховых взносов, уточнить задолженность в режиме реального времени. В связи с тем, что с 1 января администрированным страховым взносом будет заниматься налоговая инспекция, оплату по данным квитанциям необходимо будет произвести не позднее 25 декабря текущего года. С 1 января 2017 года эти квитанции будут недействительны, и оплату по ним производить нельзя. Предприниматели Анапы не спешат брать кредиты, но активно используют механизмы государственной поддержки. В городском театре прошел день открытых дверей для представителей бизнеса. Это площадка, в рамках которой предприниматели могут узнать о возможностях для развития, а также получить консультацию представителей государственных и муниципальных структур. В зале представители крупнейших банков, работающих в городе-курорте, государственных фондов, управления архитектурой и имущественных отношений городской администрации. Цель мероприятия – собрать на одной площадке тех, от кого в той или иной степени зависит инвестиционный климат в Анапе. Здесь же можно получить информацию о субсидиях на компенсацию процентных ставок по кредитам, а также затрат на приобретение оборудования. Только из муниципального бюджета на эти цели ежегодно выделяется порядка 7 миллионов рублей. Эти деньги востребованы, а получить их вполне реально. Полностью иметь прозрачный бизнес, работать легально. Допустим, на ранней стадии необходимо составить бизнес-план. То есть для себя предприниматель должен определиться, каким видом бизнеса он должен заниматься. Это должен быть, естественно, производственный бизнес. И на приобретение оборудования мы выдаем субсидии оборудования и основных средств, которые в производственном процессе участвуют. Олег Ткачев пришел задать вопросы представителям пенсионного фонда. Прошлым летом он открыл семейный бизнес – мастерскую по производству эксклюзивных изделий из дерева. Клиенты – как частные лица, так и бизнес – отели, рестораны. На старте ему было необходимо приобрести станок для точной резки древесины. Он получил субсидию. В городе Анапа бизнесом, на мой взгляд, заниматься комфортно. Почему? Потому что здесь за счет того, что можно настроить очень тесный контакт со всеми сферами. То есть и как с физическими лицами, так и с юридическими лицами. Соответственно, при работе очень удобно и всегда придут на помощь различные муниципальные структуры, как то, например, различное управление. Первые деньги на бизнес Олег получил по линии службы занятости. Это беспроцентное ссудо размером порядка 100 тысяч рублей. По сути, пособие по безработице за два года. Главное условие – в течение этого времени предприятие должно работать, иначе деньги потребуют вернуть. По такому пути сегодня идут многие, кто начинает бизнес. Предприниматели говорят, что не особо спешат в банк за деньгами. Процентные ставки ощутимо снизились. Однако за последние пару лет малый бизнес скорее привык рассчитывать на собственные силы, а также помощь государства. Новогодние каникулы в Анапе. Курорт в межсезонье продолжает жить, пусть и более спокойной и размеренной, но весьма насыщенной жизнью. Не так давно независимый международный туристический портал TripAdvisor проводил исследование, по результатам которого Анапа вошла в топ-10 популярных зимних направлений. Это говорит о том, что все больше людей выбирают местом не только летнего, но и зимнего отдыха. Наш курорт. Многие отдыхающие умышленно приезжают в Анапу в межсезонье. Признаются, что курорт хорош в любое время года. К тому же сейчас город менее насыщен людьми. А для любителей спокойного отдыха это плюс. Зимой, когда народу мало вообще, и погулять так же можно. Приятная, хорошая погода. От души здесь можно. Никто не толкается, никто не орет. Спокойно походить, подышать. Десять лет ездили в Турцию, в этом году вот я приехала в Анапу. Хороший лечебный баз, хороший. Хороший. Все такие приветливые, люди добрые. Глаз отдыхает, все чистенько, все, знаете, до неожиданности ухожено. Хозяева города, видимо, следят за внешним обликом, архитектурой, но, по-моему, умело очень используют местное своеобразие растительности. Очень грамотно сопоставлены всякие виды растения и опять-таки за ними ухаживают. А перед Новым годом новогодняя подсветка, она не давит, она не приторная, она в самый раз. Чувство меры, вот присутствует все в Анапе. В межсезонье все музеи, океанариумы и многие другие культурные и развлекательные заведения работают в штатном режиме. В Анапе даже фонтаны на зиму не закрываются, а застывают, продолжая оставаться украшением курорта. К слову, многим нравятся и простые прогулки по теренкуру. Медики говорят, что наш морской воздух, насыщенный фитонцидами хвои и водорослей, оказывает самое благоприятное воздействие на организм человека. Это подтверждают и многочисленные туристы, которые едут сюда, как они сами говорят, просто подышать. У нас очень чистый воздух, мы даже по общему состоянию здоровья ощущаем, потому что коснуклонится уже третий день от того, что прям чистейший воздух морской. Мы за этим и приехали, можно сказать, за воздухом, чтобы подышать, понаслаждаться. Морским воздухом здоровым. Да, и в тишине побыть. Еще одним пунктом остановок гостей курорта являются бюветы с минеральной водой. Также многие едут к нам поправить здоровье, многочисленные круглогодичные здравницы. Сейчас работает 36 объектов санаторно-курортного и гостиничного комплекса. Также обширная программа новогодних туров. Ну и мы не забыли, уже приятная традиция, второй год подряд от новогодней елки будут осуществляться пешеходные, доступные бесплатные экскурсии для всех желающих. Улицы курорта продолжают преображаться, создавая новогоднюю атмосферу. Многочисленные декоративные элементы уже стали излюбленными местами для фотосессий. И это только начало. По заданию мэрии, к 10 декабря она должна быть полностью украшена и готова во всей своей новогодней красе дарить праздник жителям и гостям. А я напоминаю, что наш генеральный партнер производственной предприятии «Меркурий-2» приступила к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова